Карта Циолковского – это 18 географических локаций, среди которых музей космонавтики в 16-й школе и музей Циолковского в селе Ижевском, где он давно стал визитной карточкой. Дом, в котором родился Константин Эдуардович, там же. Его, кстати, реконструировали, привели в порядок. В этом году рассчитывают открыть на его базе музей ремесел. И печально известный дом на улице Вознесенской в Рязани, где семья Циолковских прожила большую часть своего рязанского периода. Он, к сожалению, в полуразрушенном состоянии. Как мы небережливо относимся к той памяти, которая нам когда-то была дана предками. Циолковскому памятник открыли самую последнюю. В колоде уже все было многовечно. Мы открыли улицу Циолковского, открыли памятник. Сейчас мы смотрим, здесь некоторые дома есть. По некоторым спорный вопрос стоит, будем открывать там или нет. Годовщина 165 лет Циолковского наступила, года Циолковского нет. И получается, что мы дом никак не можем открыть. На этой карте не просто отмечены места, но и дано емкое, подробное описание каждого из них. Такой формат вызвал интерес не только у гостей города, но и у коренных рязанцев. Оказывается, мы многого не знаем о родном регионе. Карта Есенинская очень понравилась. Она была пробна, да, таким первым шагом. И вот именно после того, как, в общем-то, появились очень положительные отзывы, было принято решение, что такие карты будут создаваться, и эта работа будет продолжена. И надеемся, что вот эта карта, она будет распространяться. Карт много. Среди мест, так или иначе связанных с именем Циолковского, в маршрут попали самые известные. Но точек на карте в действительности гораздо больше. Допустим, село Юмашево Пронского района, откуда родом мать Константина Эдуардовича. Населенного пункта уже нет, но в перспективе эта точка могла бы тоже оказаться в путеводителе. Если выстраивать какой-то туристический маршрут, так в идеале на будущее и там какие-то памятные вещи установить, камень ли, информационный щит ли и так далее. А места красивые, то есть они будут интересны с точки зрения экологического и прочего туризма. Ну и плюс еще мемориальную составляющую туда добавим. Карта-путеводитель, посвященная рязанским местам Константина Циолковского, уже доступна в библиотеке. В дальнейшем ее распространят по разным точкам города. В течение 2022 года коллектив учреждения обещает выпустить еще две подобных карты. Они будут посвящены поэту Якову Полонскому и писателю Константину Поустовскому. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».